Добрый день девочки и мальчики, мамочки и папочки, бабушки и дедушки и все-все, кто любит детей и хочет, чтобы их ребенок был самым успешным. Сегодня я хотела бы вам рассказать про использование образовательного портала учи.ру и заданий по окружающему миру для подготовки к ВПР в четвертом классе. Задания, которые есть в ВПР, рассчитаны на то, что ребенок узнавал что-то новое на протяжении всех четырех лет обучения в начальной школе. Это не только задания для четвертого класса, а задания, которые составлены по итогам всех лет. Мы знаем, что повторение мать учения и на портале учи.ру такие задания не будут тягостными и неинтересными, а игровыми и интерактивными, не отягощающим ребенка с той точки зрения, что у него и так очень много разных подготовок. Сейчас мы перейдем к заданиям, чтобы вы могли убедиться, что они не только совпадают с заданиями из ВПР, но и довольно увлекательные и интересные. ВПР по окружающему миру состоит из 10 вопросов. Сегодня мы рассмотрим первые пять. Задание первое. Это задание проверяет умение анализировать изображения и узнавать объекты, с которыми обучающиеся встречались в повседневной жизни или при изучении учебных предметов, выявлять их существенные свойства. Вот примерная страница из ВПР. Первое задание. Рассмотри рисунок, на котором изображена стоянка туристов. Котелок изготовлен из металла. Он отмечен на рисунке стрелкой, соответствующей надписью. Покажи на рисунке стрелкой любой предмет из дерева и любой предмет из резины. Подпиши название соответствующего материала рядом с каждой стрелкой. После того, как вы зашли на портал учи.ру, ввели свой логин и пароль, я предлагаю вам выполнить следующий алгоритм. Зайти в программу «Окружающий мир», выбрать раздел «Природа», урок «Кладовые земли», рассмотреть, какие горные породы существуют, выполнить задания разные. Одно из них, например, где используют горную породу глину. Чтобы вспомнить, из чего что сделано, в программе второго класса «Окружающего мира», в разделе «Тела и вещества» можно вспомнить, из чего сделаны различные изделия. Посмотреть, какие изделия можно выполнить из глины, как делают книги, из чего получаются шерстяные изделия. Переходим во вкладку «Программа третьего класса», раздел «Тела и вещества». В этом разделе мы можем посмотреть, что такое тело, а что такое вещество, из каких частиц состоит вещество, из каких веществ состоят тела, и посмотреть интерактивно состояние веществ. На этом же уроке ребята могут сами сделать разные предметы. Для этого им нужно перетащить материалы на ленту. Например, для того, чтобы сделать табурет, требуется древесина. Задание 2. Основой этого задания является таблица с прогнозом погоды на 3 дня, содержащая часто употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ условные обозначения. Это задание проверяет умение понимать информацию, представленную разными способами. Один из вариантов такого задания. На интернет-сайтах погоды можно встретить подобные таблицы. Изучи прогноз погоды на трое суток. Выбери всеверные утверждения об ожидаемой погоде на эти трое суток и запиши в строку ответа их номера. Переходим в программу 2-го класса окружающего мира, раздел «Природа». Выбираем «Погода». Рассматриваем, какая бывает погода, явление погоды, условные знаки погоды, прогноз погоды. Вспомнив изученное ранее, из этих наблюдений составляют прогноз погоды на четверг, пятницу, субботу или на другие дни недели. Также очень быстро дети забывают условные знаки погоды. Чтобы вспомнить эту информацию, предлагаю обратиться к программе 2-го класса, раздел «Природа», урок «Погода» и там нарисованы условные знаки погоды, которые обозначают различные явления природы. Дети вспоминают, что условный знак – это рисунок, которым обозначают явления погоды. Задание 3-е. Основой 3-го задания является карта материков с Земли, карта природных зон России и изображения животных и растений. Требуется определить, какие из приведенных в задании животных и растений обитают в естественной среде на каждом из этих материков. Задание проверяет овладение логическими универсальными действиями. Вот один из вариантов такого задания. Рассмотри карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два материка. Запиши название каждого материка в отведенное для этого поле. Далее идет задание. На следующей странице представлены фотографии жирафа, слона, броненосца и ламы. Нужно записать название каждого из этих животных рядом с номером фотографии, на котором оно изображено. И составить еще таблицу, какие из этих животных обитают в естественной среде на материке А, а какие на материке Б. И записать в таблицу номера фотографий с изображением этих животных. Чтобы вспомнить, какие животные обитают на каких материках, можно обратиться к окружающему миру первого класса, раздел природа, урок животные. И вспомнить, какие животные относятся к насекомым, к рыбам, к птицам, к зверям. Вспомнить основные особенности животных, признаки животных, какие животные относятся к домашним, как нужно охранять животных. В программе второго класса можно рассмотреть, какие бывают животные, животные нашего уголка, вспомнить информацию про кошек и собак. А в задании четвертого класса вспомнить, какие бывают животные, группы животных, строение животных и среда их обитания, признаки групп животных. И поработать с интерактивными картами и узнать, какие животные живут в разных странах. Также в программе четвертого класса в разделе природа есть раздел география, где можно рассмотреть информацию про равнины и горы России, про моря и озера, про природные зоны. На этом же уроке ребята могут поиграть в интерактивную игру и узнать о природных зонах России. Задание четвертое. Задание направлено на проверку освоения элементарных норм здоровья, сберегающего поведение в природной и социальной среде. Вот один из вариантов такой работы. Составь два правила сохранения здоровья человека из приведенных частей фраз. Для этого к каждой позиции первого столбика подбери соответствующую позицию из второго столбика и запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Чтобы подготовиться к выполнению этого задания, выбираем предмет окружающий мир, второй класс, раздел про меня, урок если хочешь быть здоров и выполняем задание о режиме дня, о правильном питании, о личной гигиене, уход за зубами и другие. Здесь же дети интерактивно узнают, откуда появляется еда и что помогает человеку быть здоровым. В программе третьего класса раздела человек мы можем выбрать урок безопасность и рассмотреть, чем опасна вода, огонь, газ, что нужно сделать для того, чтобы путь был счастливым, какие опасные места подстерегают нас вокруг, о природе и нашей безопасности. На этом уроке ребята познакомятся с безопасностью и окружающей нас природой. Они узнают, чем опасна гроза, как нужно вести себя во время грозы. Они узнают, какие опасны растения и опасны грибы и поработают со справочником. В программе третьего класса раздела природа ребята могут посмотреть про воздух и его охрану, про воду, про превращение и круговорот воды, о том, как нужно беречь воду. На этом же уроке ребята могут вспомнить, как происходит круговорот воды в природе. В программе третьего класса в разделе человек на уроке предупреждения болезней ребята вспомнят и узнают много нового, что нужно сделать, чтобы не заболеть. На этом же уроке ребята вспомнят, что воздух, вода, солнце – это лучшие друзья для здоровья и чем опасны инфекционные болезни. Задание 5. В этом задании на основе предложенной для анализа модели проверяется овладение начальными сведениями о строении тела человека, умении распознавать конкретные части тела и органы. Вот так примерно выглядит страница из ВПР. Рассмотри изображение человека. Покажи стрелками и подпиши локоть, поясницу, головной мозг человека, так, как показано на примере. Чтобы подготовиться к выполнению этого задания, переходим в программу окружающего мира первого класса в раздел «Природу». И здесь мы можем посмотреть строение различных зверей. Вспомнить, какие части тела есть у животных. В программе третьего класса окружающими в разделе «Человек» на уроке про меня ребята могут вспомнить об организме человека, о том, какие органы чувств у него есть, что составляет опору его тела и приводит тело в движение. И также, чем помогает питание стать здоровым человеком. На этом уроке ребята интерактивно могут поиграть в игру, вписав части тела, которые есть и у человека, и у зверя, и рассмотреть организм человека, его внутренние органы, физиологию, узнать о гигиене, анатомии и связи этих наук и о системе органов. И поиграть в интерактивную игру, какие части тела человека можно увидеть. Сегодня мы с вами рассмотрели 5 вопросов подготовки к ВПР, используя платформу учи.ру. Спасибо за внимание. Готовьтесь к ВПР. У вас все получится. С вами всегда ваш учитель Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Я обязательно вам на них отвечу.